Меня хорошо слышно? Вот просто поставьте плюсики, если все хорошо слышно. Так, отлично. Ну что ж, доброго нам дня с вами. И сегодня такая интересная тема, как выстраивание партнерского взаимодействия с родителями для решения вопроса воспитания и обучения детей. И начну свою речь я с такого неожиданного вопроса. Кому принадлежат дети? Вот, пожалуйста, напишите, кому по-вашему принадлежат дети? Я пока буду рассказывать. Родители думают, что дети принадлежат родителям. Государство думает, что дети – это собственность государства. Школа думает, что это дети принадлежат. Их если уж родители отдали в школу, то в школе они принадлежат уже школе. Должны подчиняться школе. Но вопрос в том, что дети сами себе принадлежат. Дети – это уже личности. И они никому просто не принадлежат. Но они со всеми вместе творят. И если возникают какие-то вопросы, они именно с тем и связаны. Да, дорогие мои? Они сами себе принадлежат. Я вижу такие ответы. Да, потому что, что такое человек – это душа, которая пришла в мир, в наш мир жить. Приобрести определенный жизненный опыт, творить и развиваться. И вот эти дети пришли к нам в школу. Следующий камерзный вопрос – а кому принадлежит школа? Школа принадлежит государству, потому что государство его построило. Если это частная школа, то это человеку, который создал эту школу. Верно? Дальше. Школа принадлежит учителям, которые там работают. Школа принадлежит детям, которые туда приходят. И вот важно, чтобы каждый из этих членов понимал, что школа действительно им принадлежит. И они единение. То есть, смотрите, не человек принадлежит школе, а школа принадлежит людям. Школа принадлежит родителям, школа принадлежит государству, школа принадлежит детям, учителям, директорам. Школа – инструмент. И еще возникают определенные конфликты. Конфликты из-за того, что совершенно разные ожидания. Вот как вы думаете, что ожидают учителя? Ну, а учителя ожидают, чтобы у них были покладистые, хорошие ученики, адекватные родители, которые не будут по каждому поводу бастовать, воевать. Нормального директора, который будет ценить хорошо работающих, устроит нормальные условия для работы, будет внимательным, заботливым в меру и не вмешиваться в процесс. То есть вот такой интересный. И ожидают, что будет нормальная зарплата. Это ожидания учителя. У нас родители ожидают нечто другое. Чтобы дети были под присмотром. Потому что в то время, когда они на работе, детям нужен присмотр. Им еще дадут знания. Дай бог, чтобы были нормальные учителя. Они в это очень надеются и начинают верить в это. На самом деле хороших учителей очень много. И что будут воспитанные одноклассники, которые не будут обижать их чадок. Вот такие ожидания. Смотрите, у нас разные ожидания получаются у учителей и у родителей. Идем дальше. А с чего на самом деле от школы ожидают дети? Как вы думаете? Во-первых, они ожидают того, к чему их приучили. Если родители детям внушали. Вот ты пойдешь в школу, милый мой. Ты получишь там знания, станешь умным. Это одно. У тебя появится много друзей. Ты с ними будешь дружить. А третий говорит. Дружи, но будь осторожен. Потому что в школе есть опасности. Люди могут тебя, там, одноклассники обидеть могут. Если что, дай сдачи. Вот это очень распространенное такое мнение родителей. Дай сдачи, чтобы тебя не поставили в неудобное положение. Следующее. Если ребенок ждет, если родители дома говорят, что у них на работе есть несправедливость, они тоже самое ожидают от школы. И будут постоянно спотыкаться на эти вещи. Вот что самое интересное, что мы ожидаем, то мы видим. Почему? Почему? Наш мозг так устроен. Он видит не все. Он видит выборочно. Давайте сделаем такой эксперимент. Хорошо? Готовы на эксперимент? Вот. Прекрасно. Тогда посмотрите по сторонам и напишите, и просто посчитайте, сколько зеленых вещей вы увидите. Хорошо. Я дам на это 30 секунд. Так. Стоп. Время закончилось. А теперь напишите в чате, сколько красных вещей вы увидели. Напишите, красных столько-то. Если вы красных увидели столько, то это очень внимательный человек. Вы очень внимательны. Потому что вам было сказано посмотреть на зеленые вещи. Вещи зеленого цвета. Мы не так сильно замечаем то, на что не нацелено наше внимание. Мы видим все то, на что внимание наше. Если мы хотим зеленое видеть, мы видим все зеленое. И при этом из нашего внимания скользает красное, синее, желтое. Если мы детей, если дети, родители или учителя приучили детей видеть во всем знания, они будут открыть и искать знания, искать. Если им говорят, что будьте осторожны, здесь опасно. Может быть опасность. Они будут все время замечать опасности. Вот в чем самый главный вопрос. И если им говорят, что будет несправедливость, они не будут спотыкаться. Даже если вам кажется, что вы честнейший учитель, лучшим образом все делаете. У них внимание нацелено на это. Следующее. Что ожидают дети от школы? Новых открытий. Им нужно, чтобы было интересно. А что интересно, когда открытие новое? Общение со сверстниками. И, конечно же, им хочется среди своих показать себя самоутверждение. Это, я бы сказала, вот эта цель, она навязана даже взрослыми. Но им больше хочется чувствовать причастность. Если мы посмотрим пирамиду маслу, то там очень важное место занимает именно причастность. Причастность к группе, причастность к классу, причастность к сверстникам. И смотрите, совершенно разные ожидания у нас у детей, у родителей и учителей. Как же им договориться? Ведь они должны как-то договориться. Потому что задача учителей и родителей что сделать? Создать такую атмосферу, при котором дети будут обучаться и чувствовать себя хорошо. И развиваться и психологически, и физически, и эмоционально, и развивать свою ментальность. И как найти нам точки соприкосновения? Во-первых, создать видение образа будущего ребёнка. Вот у учителей и у родителей есть одна точка соприкосновения. Их несколько. Но вот первое, это видение образа будущего. Если, как это можно сделать? Вы можете спросить родителей, каким они хотят, родители, каким они хотят увидеть своего ребёнка во взрослой жизни. И они опишут. И что они делают для этого? И тогда вы можете показать. Вот эти шаги ведут не к этому. Когда вы ребёнку помогаете делать домашние задания и доделываете до него, для него, он не станет самостоятельным. Если вы требуете от него только высокие оценки, дорогие родители, то они станут зависимыми от чужого мнения. Они будут неуверенны в себе, потому что им нужна всё время внимание, оценка окружающих. То есть локус ответственности у них будет не внутренний, а внешний. А что такое локус? Внутренний и внешний. Когда внешний, это человек зависит от чужого мнения. Ему сказали комплимент. О, он себя хорошо почувствовал. Сделали замечание, ему плохо. И он зависит от внешних оценок. У которого человека, у которого внутренний локус, внимание, он смотрит. Так, я сделал это, это. Я мог бы сделать лучше. Он более уравновешенный. Это знаете, на что похоже? Вот игрушка Ванька в станьку есть. В нём есть центр тяжести. И как его ни крути, он выровнется. Так вот, когда локус, внимание, у ребёнка внутри себя, вообще у взрослого человека тоже внутри себя, тогда он крепкий. Оценка, которую даёт в школе, это требует система. Но как раз оно и лишает человека внутреннего локуса и делает акцент, акцентуацию на внешнего. Дети со временем приучаются, знаете, к чему? Обманывать. Переписывать, делать шпаргалки. Почему? Чтобы подстроиться под внешние оценки. И когда мы родителей уговорим, понимаете, да, он может получить двойку, тройку, четвёрку. Это не так важно на первом этапе, тем более в первом классе не ставят оценок. Но важно, чтобы у ребёнка сформировалось своё собственное мнение о себе. Своё собственное оценка к своим действиям. И вы показываете, что вот те действия, которые они делают, это я показала всего лишь два примера. А ведь есть очень много различных примеров, когда родители хотят одного, а из этого вырастает совершенно другое. Обсуждать с работами, с родителями и проводить опросы. Вот почему мы это делаем? Для того, чтобы найти, опять же, точки соприкосновения интересов. И вместе с родителями надо формулировать цели. Если учитель сам формулирует цели, это ничего не значит. А если вместе обсуждаются эти цели, то человек, родители сами принимают участие в обсуждении и формулировке этих целей. И лучше всего, да, записывать, письменно формулировать эти цели. И чтобы все согласились с этими целями, тогда всё будет хорошо. Тогда вы найдёте точки соприкосновения. И родители будут знать, что у вас и у них одни и те же цели. И вы будете знать, что у вас с родителями тоже общие цели. Вот когда у вас будут точки соприкосновения, только тогда вы можете договориться с родителями. Способы взаимодействия какие у нас есть? Это родительское собрание, самое распространённое и самое действенное. Общие классные мероприятия, общие имеются в виду, когда участвуют и дети, и ученики, концерты, КВ, спартакиады, где и родители участвуют, и дети. Дневник. В дневнике вы всё время ставите оценки, пишите замечания. Это тоже средство общения у учителя, родителей. Не самое лучшее, я бы сказала. И чат. Сейчас очень распространено. Везде есть в мессенджерах чаты, в которых люди общаются. Общие вопросы, темы, объявления переводятся в чате. Об чате я расскажу подробнее чуть позже, а сейчас посмотрим принципы взаимодействия. Есть четыре вида взаимодействия двух людей. Мы берём вы, учитель и родитель. И вот какие типы. Я окей, ты не окей. Это терминология из психологии. И она вот такая. У меня всё хорошо, а вы не очень. Обычно, когда авторитарные личности проявляют вот такую интонацию. Она оборонительная на самом деле. И подавляет других. Действие человека, избавление. Я хочу от тебя избавиться, но отвезись от меня. И второй человек чувствует себя неуверенно. Это не лучший способ общения. Второй. Я не окей, ты не окей. У меня плохо, у тебя плохо. Во всём мире плохо, государство такое. То есть это бесплодная позиция, когда люди сидят и жалуются на всю жизнь. Всё плохо, не что надеяться, уходят энергии. И действие – ничего, ожидание. Просто ожидает, вдруг кто-то сверху с неба что-нибудь упадёт, яблоко, и произойдёт какое-нибудь чудо, что-нибудь изменится. И даже в это нет веры. Следующие позиции, которые внизу, в правом углу – «Я не окей, ты окей». Это когда я осторожничаю. О, вы такой. Я… Это депрессивная позиция. Человек уходит. Он пытается убежать, не решать задачи. И самая здоровая позиция – это «Я окей, ты окей». Действие, сотрудничество. Что получается? Чтобы хорошо общаться с человеком, сотрудничать, мы должны с ними общаться с позицией равной. И равной с той позицией, что и я хороший, и вы хороший. И вы правы, и я права. Да, у нас могут быть разные точки зрения. Но это не говорит, что один из нас справ, другой – один умный, другой – дурак. Вот этой позиции никогда не должно быть. Потому что что получается? Когда вы с человеком говорите уважительно, вы заставляете его уважать и уважать вас. Уважать себя, а потом уважать себя. Есть очень продвинутые, грамотные родители. Есть люди, есть родители, которые очень грамотны в других областях, но в психологии слабы. И именно ваша задача, педагога, выстраивать такие отношения, чтобы были они с позицией «я окей», «ты окей». И если посмотрим, вот даже вот эти позиции имеют конкретные диагнозы. «Я ок, ты ок» – это здоровая позиция. «Я не окей», «ты хороший, я плохой». Это депрессия, когда человек не верит в себя. Когда он попадает в депрессию, ему кажется, что всё он делает плохо. Тогда что надо сделать? Поднять своё настроение, поднять тонус, выйти в то состояние, когда у меня всё хорошо. Да, абсолютно всё хорошо не у всех, но когда настроение хорошее, вы знаете, что вы с этим справитесь. «Я ок, ты не ок» – это параноидальное, параноидное, когда человек всё время ищет параноидное, диагноз приходит. И шизоидное. «Я не окей», «ты не окей», «всё плохо». Получается, вот нездоровая позиция может в крайних градациях, в утрированном виде привести к диагнозу. И поговорим уже конкретно о том, как мы общаемся. Классный чат в мессенджерах. Мы в чате выстраиваем общение с педагогами. Рекомендую, я рекомендую из личного опыта делать два чата. Почему? В одном чате вы делаете только информационные сообщения, а во втором чате ведёте обычную беседу. Потому что родители очень любят обсуждать, попросили белую блузку одеть. И одна спрашивает, ой, у меня белая испорчена, можно я кремовую, салатовую? И вот в этих беседах, самых обычных беседах теряется основная информация, которую вы хотели внести. Поэтому что мы делаем? Во-первых, пишем правила общения. Вы можете сами написать наверху чата правила общения в нашем чате. Здесь только информационный чат, только объявления. А во втором вы можете беседовать, обсуждать проблемы, всё что угодно, чтобы информация находилась. Вот этот чат очень хороший инструмент для того, чтобы выстроить отношения с родителями и развивать их. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие чаты ваших классов с родителями? Напишите, пожалуйста. Ага. Так, есть чаты, один чат. Хорошо, хорошо. И смотрите, когда два чата, действительно легче находить всякую информацию. Что можно через эти мессенджеры делать? Самое интересное, что в этих мессенджерах вы можете предложить видео в Ютубе посмотреть касательно воспитания детей, как с детьми общаться, как выстраивать общение. Можно поставить, предложить маленькую статью. Если вы увидели где-то интересную статью, и вы думаете, что оно развивает родителей, кидайте его в информационный чат. И скажите, вот здесь смотрите, а обсудить можете там, в обычной беседе. И родители могут развернуть интересные дискуссии. Во-первых, в этих чатах, когда они будут обсуждать какую-то тему, вы лучше узнаете семейную структуру детей. Самое интересное, ведь мы же не знаем, что у них творится, какие у них условия. А вот этот чат позволяет выявить диагностику, над чем надо работать. Вы сразу понимаете, в каком плане родители не очень хорошо понимают техники общения. И очень полезно обсудить это со школьным психологом. Если возникают вопросы, что вы видите что-то, вот здесь какой-то пробел, как решить этот вопрос, обращайтесь к профессионалам. Потому что профессионалы знают легкие, простые способы решать различные проблемы. И родительское собрание. Я смотрю, это очень интересно получается. Когда я делаю слайды, у меня все буквы, слово помещается целиком. А когда переводится сюда, вдруг родительское слово переводится. Ну что ж, технические недочеты, но это не важно. Как организовать? У нас четыре пункта. Подготовка, проведение, выводы и решения. Обо всем мы сейчас поговорим отдельно. Так, звук нормальный. Ага. Так. Идем дальше. Подготовка к собранию. К собранию всегда надо готовиться. Даже если вы 10 или 20 лет ведете собрание, все-таки лучше готовиться. Назначить тему. Определить цель. Составить рекламент и выберите формы. Я была на собраниях своих племянников, знакомых, у других учителей. Знаете, самая главная проблема собрания, которую я встречаю, это то, что учитель начинает и не знает, как закончить. Вот вступает, говорит о проблеме и никак не может завершить тему. Поэтому у вас должно быть прописано, если вы назначаете тему, определяете цель, ради чего вы все это делаете и составляете регламент. Сейчас мы об этом подробнее тоже поговорим. Итак, какие бывают темы для собрания? Тематические. Проведение итогов четверти, подведение и организация праздника. Ну, подведение итогов четверти, это понятно. Организация праздников. Тоже всем ясна, когда 8 марта и так далее, какую одежду одеть, выстроить, прийти, на автобус сесть, не знаю, что вот эти организационные моменты. Иногда их, конечно, и в чате выписывают, но иногда встречаются, чтобы обсидеть какие-то моменты. И тематическое. Тематическое это может быть как раз какое-нибудь мероприятие. Это может быть даже субботник. Кстати, организации субботника совсем совместно. О, суицид. Тему выписали. Да, это очень сложная тема и очень важная тема, потому что в подростковом возрасте, когда раненая психика, это действительно проблема. Вот, я вижу сразу, Ольга Александровна выписывает несколько тем, которые... Да, но во время тематических собраний мы можем, даже в любом собрании, когда мы собрались на организацию праздника, можно внести образовательный элемент. А бывает тематические, когда они вообще полностью занимаются какой-то выбранной темой. Тема собрания должна быть непосредственно связана с ситуацией в классе. То, что в Зимбабве выпал снег среди лета, это абсолютно ненужная тема, неактуальная. Она не привлечёт ни родителей, ни детей. То есть тема должна быть не высосанная из пальца, а реальная. Её можно как-то связать. Если вы чувствуете, что она взревает, какая-то проблема, то её такими нитями свяжите, чтобы детям было это интересно, родителям было интересно. Потому что на родительское собрание приходят родители, им это должно быть интересно. Выявить проблематику, задачи, темы, проблему и определить зону роста. Каждая проблема – это возможность развиваться. Мы не рассматриваем проблему в том, что это плохо. А как человек с позитивным мышлением, мы рассматриваем, что вот, выявилась проблема, как хорошо. Она раскрыла ситуацию, которую можно развивать и развиваться в этой зоне. Выработать действия именно с родителями. Вот важно, понимаете, чтобы не был учитель, сидит и говорит. Родители тихо слушают её, идут, выполняют. Нет, они тоже должны участвовать в обсуждении. Вот когда они обсуждают эту тему, решение становится ихним, их собственностью. И тогда вырабатываются действия, составляется план реализации действий. Потому что если мы выявили проблему, её надо как-то решить. Иногда такие проблемы решаются в школе, проблемы есть, которые решаются дома. Если вы видите, что дети не уверены, значит, это дома должны решаться этот вопрос. Сказать, что поощряйте больше детей каким-то образом. Если у них неадекватное поведение ребёнка, очень может быть, что у мамы и папы разное видение воспитания. Мама запрещает, папа разрешает или наоборот. Вот разнополярное воспитание приводит к неадекватному поведению ребёнка. Почему ребёнок обманывает? Дети сами по себе вначале не обманывают, вначале они просто фантазируют. И в какой-то момент или защищаются. И вот дать понятие ребёнку, когда он фантазирует, когда защищается, и когда нет смысла защищаться от самой себя, от правды, это называется ложь, и это не ведёт к решению вопроса. И вот такие вопросы, множество таких вопросов, которые можно обсудить на собраниях. Но главное, тема должна быть связана с ситуацией, она должна быть интересной и актуальной, выявлять проблематику, и в конце собрания вы должны выработать действие. Да, круглый стол, тоже можно, Вера Юрьевна, можно провести круглый стол, родительское собрание на тему конфликтов в семье. Да, любые вещи можно сделать. Друзья, тут пишут, что периодически пропадает связь. Скажите, у вас тоже пропадает эта проблема общего чата, общего вещания, или у других всё нормально? Всё нормально, хорошо. Тогда, скорее всего, у вас качество связи не очень хорошее, поэтому и пропадает связь. Идём дальше, дорогие друзья. Свод правил. У вас должна быть такая маленькая шпаргалка перед выполнением работы. Что сделать? Место. Определите место, где вы проводите. Расстановка. Можно общение в круге. Круглый стол. Почему в круге? Никто никому за спиной не сидит, и все друг друга видят в лицо. И тогда люди наравнивают. Следующее правило, может быть, высказываются все, но по очереди. Один сказал, даже можно по кругу. Если вы сидите по кругу, то каждый по очереди. Это создаёт некоторые правила, некоторую норму общения. И самое важное, даже можно использовать колокольчик. Скажем так честно, даже взрослые люди, иногда кто-то надавливает, кто-то немножко нестеснительный. Все мы люди. И не все могут высказываться. А когда они привыкают, что, поговорить по колокольчику, когда один закончил и сказал, я закончил, пожалуйста, передаю слово следующему участнику. Даже для взрослых иногда это непривычный опыт выслушивать другого человека. И тогда тот, кто стеснительный, вдруг чувствует себя защищённым. Его не прервут на полсловия, пока он не скажет, я передаю слово следующему участнику. Он может спокойно рассказать, да, можно ограничить это время. И когда, скажем, там песочные часы или какие-то... Больше трёх минут, может, не стоит, потому что собрание растянется. Дальше вы можете договориться, как будете общаться с родителями. Называть друг друга по имени, отчеству или только по имени. Кому как удобно. Можно это обсуждать. Если не обсуждаем, тогда только по имени, отчеству, ко всем. Если обсуждаем, тогда вы вводите правила свои. Вот правила перехода слова, о том я сказала, временной регламент. Изначально, скажите, собрание будет длиться где-то час плюс-минус 15 минут, полтора часа. Два часа это очень много. Иногда собрание, которое тянется два-два с половиной часа, это из-за того, что учитель, организатор, а учитель это организатор и ведущий, не смог поставить правильно задачи и застрял на каком-то моменте. Вы можете придумать свои правила, исходя из вашего опыта, исходя из тематики, которую вы проводите. Но очень важно, чтобы у вас был чек-лист, была шпаргалка. Вот просто в вашем балакноте напишите эти моменты и каждый раз, когда готовитесь к собранию, открываем и смотрим. Так, место. Если родителям надо раздеваться, они раздеваются там. Определили расстановку. Ну, в нашем классе нет возможности, тогда обычные, как сидим или меняем. То есть вы смотрите эти правила, сортируете и все хорошо. И перед началом озвучивайте. То есть в начале собрания озвучивайте определенные правила. Общаемся мы по имени, по имени отчеству. Ну, регламент у нас такой, мы и так-то закончим. Людям нужна информированность. Люди чувствуют себя защищенными, когда они информированы. Цели родительского собрания. Мы говорили о темах, о целях. Решить конфликт. Предупредить накал страстей. Учитель прекрасно понимает, что скоро будет, назревает какой-то конфликт. И тогда он предупреждает этот накал. Организовать какое-нибудь мероприятие. 8 марта, 23 февраля, праздник урожая, все что угодно. Привить новую модель поведения. И родителям, и детям. Потому что дети учатся через родителей. Если вы детям прививаете новые правила, а дома они идут, и у них другая модель поведения, у ребёнка получается когнитивный диссонанс, несоответствие пониманий. И ему некомфортно. И, конечно же, будет этот дискомфорт выявлять плохим поведением. Призвать к сотрудничеству. Да, вы можете призвать родителей к сотрудничеству. Вы знаете, как хорошо просить помощи у родителей. Во-первых, они чувствуют, что да, это их дети, они их собственность. Когда мы сказали, что дети сами себе принадлежат, это философская тема. Но на самом деле каждый родитель уверен, что его ребёнок принадлежит ему, и он хочет участвовать. Он хочет быть в курсе, что делают с его ребёнком, чему учат. И когда вы призываете к сотрудничеству, вы удовлетворяете его потребность, причастность к воспитанию. Его ответственность, его потребность в том, что это его территория. Найдите, найти решение ситуации, если возникла какая-то ситуация. Благодарность. Вот это самое важное. Вот если вы хотите чему-то научить родителей, поблагодарите за то, что у них это есть. Наверняка у одного-двух родителей есть какие-то хорошие качества. Вот выделите для каждого родителя свой плюс, он будет его взращивать. А может быть у вас другая цель. Так что напишите свои цели, придумайте форма собрания. Может быть классическое собрание, круглый стол, может быть тренинг. Это может быть чаепитие. Тренинг как мы проводим. Тренинг обычно идёт лекционная часть. И там родители могут сидеть с тетрадями, с ручками. И вы задаёте вопросы, они заполняют. Ага, увидели. Например, как это может быть? Вот в самом начале, помните, мы обсуждали вопрос о том, что родители хотят от него одного, но путь, по которому они ведут ребёнка, не ведёт к этому. Вы пишите, каким они хотят видеть ребёнка. Прекрасно. Второй столбик. Что они делают для этого? Прекрасно. А потом вы говорите, вот смотрите, вот это поведение ведёт к этому, это к этому, это к этому, это к этому. Или наоборот, вы устраиваете по-другому. Вот если мы с ребёнком будем делать так, какой он вырастет во взрослой жизни? Иногда родители не задаются вопросами, они, эти вопросы, они делают по шаблону. Как делали их родители, как они видели у других. И когда вы задаёте вопрос, у них эврика, эйфория, как же? Я же не понимал, что это к тому ведёт. И вот такой тренинг, это тренинг открытия, человек сам себе познаёт, что вот оно, вот из-за чего всё происходит. Да, может быть чаепитие, можно посидеть за чаем, и когда расслабляется, вот чаепитие позволяет порасслабить, снять накал и спокойно пообщаться. Можно проводить собрание с детьми или без детей. Иногда бывают дети в отдельном кабинете, там с ними кто-то играет, другой учитель занимается какими-то уроками. Вы часть проводите с родителями, а потом присоединяются дети. И бывают выездные собрания, когда выезжают в загород, выезжают в какой-то музей. И это тоже может быть такое собрание совместно с родителями, совместно с детьми. Можно вместе с родителями поехать посмотреть какую-нибудь образовательную лекцию, послушать фильм, посмотреть, чтобы потом обсудить его совместно. Потому что если вы в чате напишите, большинство родителей точно не будут смотреть, а вот вместе выехать куда-нибудь интересный фильм посмотреть и обсудить его. Вот это уже одно дело. Может какая-то благотворительная помощь с родителями вместе. Итак, родительский комитет это очень интересная тема, интересная вещь. В каждой классе есть родители-активисты. Из них создается комитет. Есть два вида управления. Это иерархия, где есть главные подчиненные. И холократия, самоуправляемые команды. Скажу одну вещь, что вот в последние 20-30 лет самые быстро развивающиеся компании, мировые компании, которые из малого количества резко выросли и при малом количестве работников получают огромнейшие доходы. Это те компании, которые работают по методу холократии. Это самоуправляемые компании. Что это такое? Мы посмотрим. О, нам более привычные иерархии. Главные подчиненные. Даже можно сказать демократии, но посмотрим, что такое в принципе холократии. Нет иерархии. Тогда, например, во время собрания учитель-ведущий. Даже, может быть, не учитель, а кто-нибудь из родителей может стать ведущим. Ведущий просто регулирует переход слова в какие-то моменты. Но он не главный. Нет главных. Большая группа делится на мелкие, более мелкие группы, которые действуют самостоятельно. И самое интересное. Каждый родитель сам выбирает себе зону ответственности. Не то, что у вас это хорошо получается, сделаете, пожалуйста. Вы-то по профессии такой. Нет, вы спрашиваете. Вот нам надо вот это сделать. У нас такие задачи, такие, такие, такие. И кто может это сделать? Кто бы хотел этим заняться? Смотрите, не может, а хотел. Когда у человека есть хотелка, вот это желание, он намного больше вкладывается на все эти вопросы и решения проблем. Один человек может состоять в нескольких группах. Каждый согласует свои действия и графики внутри группы. И группы согласуют между собой задачи. Вот чем отличается? В иерархической системе иногда для решения одной проблемы все обращаются к учителю. Скажите, вот на мероприятии у меня случился форс-мажор, я не могу сделать то, что обещала. Учитель в панике, не знает, что она. Нет, если там работает маленькая группа, она сообщает в своей группе. Друзья мои, у меня проблема. Кто-нибудь может вместо меня взять эту зону ответственности и помочь или что-то сделать. Внутри решается, если все решилось, то целая система уже и не волнуется, даже не в курсе, что там какие-то были форс-мажоры. Если не решается, тогда только вводят на общее решение, и клич бросается, клич о помощи. И люди друг другу помогают. Сотрудничество. Сейчас главный тренд, как говорят, управление, не конкуренции, а сотрудничество. Вместе мы можем сделать намного больше, если согласованы. Поэтому в холократии самые важные личные желания. Итак, почему холократия полезна в кругу родителей? Каждый родитель сам выбирает себе какую-то задачу. Если кто-то вот рассказал, да, не может, то, ну, в общем, внутри группы регулируется. Возможность тесного общения и сотрудничества между семьями. Например, в младшем классе очень хорошо это применимо. Дети ссорятся между, два ребёнка, которые вместе дерутся. Что можно сделать? Можно поговорить с их родителями и предложить совместно, вместе с детьми, семьями, сделать что-то. Например, если это субботник, то выделите им один участок внимания. Почему? Когда дети видят, что родители между собой согласовывают свои действия, они обучаются этому, они сами ведут. И важно для родителей, тоже очень важно понимать, из каких семей друзья их детей. Следующая возможность менять роли и группы. В холократии в любой момент, если вас не устроило, вы можете спокойно поменять свою роль. Я сейчас не хочу, у меня потерялся интерес к этому. Для меня или я психологически не готова, давайте я поменяю. Это легко решается внутри группы. Каждый родитель имеет равную ценность. И на самом деле родители часто именно так и поступают, но регламентированно предотвращает недопонимание. Почему? Потому что есть авторитарные люди, которые хотят давить авторитетом. А когда вы заранее объявляете, дорогие родители, у нас принцип холократии, принцип равности и сотрудничества. Тогда вот все недопонимания сами исчезают. Как можно подготовиться? Вот ментальная карта, это мелко, даже не думайте, читать это не важно. Но сама система подготовки к собранию с помощью ментальных карт очень удобна. Что у нас в центре, например, вот написано родительское собрание, проблемы, цели, зоны, различия. Вот ветвистое такое содержание, чем хорошо? Каждой следующей цели вы можете приписать следующее. То есть у нас не линейная запись, а запись с помощью ментальных карт. Автором этой идеи был Тони Бьюзен. И теперь во всем мире очень хорошо его используют. Если вы не знаете, обязательно посмотрите и научитесь делать ментальные карты. То есть свои мысли записывать в виде ментальных карт. И научите это детям, потому что это лучший способ, один из лучших способов конспектирования полученных знаний. Вот опыт великих Шалва Аманашвили. Я его очень уважаю и ценю. Это один из умнейших, добрейших, мудрейших людей. И что он делает? Как он предлагает делать собрание? Обычно родители убегают от собрания, потому что ждут, что опять скажут, что их ребёнок что-то не так сделал, что-то плохо сделал. А что он предлагает? Говорит, вначале пусть дети сами нарисуют пригласительный билет на собрание. Если и при этом заранее учитель даёт какие-то задания, сочинения небольшие на отдельных листах. Потому что сочинения на свободные темы, они очень интересные. В этих сочинениях учитель может даже не выправлять грамматические ошибки. Потому что здесь грамматика не столько важна, сколько выявление собственного мнения. Потому что когда мы обращаем внимание на грамматические ошибки, что получается? Ребёнок выбирает те слова, которые он знает, и не пишет свои мысли. Поэтому, когда мы даём такое задание, говорим, для нас мы не будем проверять грамматику, нам интересно ваше мнение по этому поводу. И вот эти записи, мысли, которые дети пишут, а можно спрашивать об очень разных вещах, кем ты гордишься, кого уважаешь. И вот такие достижения. Вот хорошо сделал математику, прекрасно. Мы пишем его достижения за определённый период. Кладём в конверт. Плюс ещё дети могут для своих родителей сделать какой-нибудь подарок. Они же всё время делают открытки, какие-нибудь поделки. И в конверты. Когда родитель приходит на собрание, он получает закрытый конверт, секретный конверт, которым он открывает и видит мысли своего ребёнка. И вы можете даже прописать, вот здесь мне обратите внимание, вы можете подчеркнуть самые умные мысли ребёнка, которые, наверное, что вы акцентируете в своём внимании. В этих конвертах должно быть только самое лучшее о детях, самое лучшее достижение. Никакой критики. Критику оставляем. И что получается? Родитель стремится к этому собранию, потому что он хочет узнать, что ещё хорошего сделал его ребёнок. Это же самая большая гордость для родителей, услышать хорошее слово о своих детях. И вот тут пример, например, пригласительный билет. Ребёнок нарисовал что-то и уважаемые родители, имя, фамилия родителей. Приглашаем вас на родительское собрание самого умного, быстрого. Ребёнок может сам себе написать, выбрать самого умного ученика или самого быстрого, самого весёлого, самого озорного. Пусть он сам себе выберет это слово. Мы просим привести с собой хорошее настроение и сменные обуви, если нужны сменные обуви или что-то. Собрание начинается, время. Если вы придёте немного раньше, то у вас будет возможность посмотреть выставку картин и пообщаться с родителями самых талантливых людей. То есть выставка картин – те картины, которые те дети сделали. Но для них это воодушевление. У них выставка картин, не просто рисунков, а картин. И они талантливые люди. И родители настраиваются на это. У них праздник. Родительское собрание превращается в праздник. Я видела тут вопрос Елены Владимировны, как призвать к сотрудничеству. Очень интересный, конечно же, вопрос, как призвать родителей к сотрудничеству. А просто, очень просто делается. Вы описываете проблематику и дальше говорите, как вы думаете, как можно решить этот вопрос. Вы ведь, у вас, наверное, есть свой жизненный опыт, есть своё видение. Спрашивайте их мнение. Спрашивайте мнение родителей. Даже если вы знаете, даже если у вас есть точный рецепт решений, всегда спрашивайте. Почему? Потому что в любом случае, во-первых, это диагностика. Вы узнаете, как они думают. Их готовность что-то решать. Во-вторых, причём спрашивайте с позиции уважения. Я окей, ты окей. Вот эта интонация самая важная. Как только вы потеряете вот это я окей, например, я окей, а вы и так себе, найдётся какой-нибудь уверенный родитель, который вас поставит на место. И если я слабенькая, то несколько родителей появится, которые будут вас ставить на место. Поэтому только взаимное уважение с вашей стороны приведёт к взаимному уважению со стороны остальных участников собрания. И спрашивайте для сотрудничества, а что вы готовы сделать, а как вы думаете, хорошо, а что из этого мы можем применить на практике. Вот мне интересно, а вы, например, как приглашаете к сотрудничеству или спрашиваете у родителей помощи. Интересно и ваше мнение тоже почитать. И пока вы пишете, мы поговорим о принципах позитивного метода воспитания. Я как раз сегодня читала Марию Каллос. Она говорила, хороший учитель тот, я сейчас приблизительно переведу недословно, хороший учитель тот, который раскрывает способности ребёнка. А гениальный учитель – это тот, который уже видит в максимальном виде и к нему и ведёт. Вот увидеть максимально возможный рост ребёнка, развитие ребёнка – это, пожалуй, самый лучший способ, самый гениальный способ его развивать. Увидеть его наилучшее развитие плюс 10, 20, 30 лет. Мы ориентируемся не на проблему, а на решение. Что это значит? Когда мы видим проблему, мы понимаем, ого, классно, у нас появилась зона роста. За этой дверью открываются новые возможности. Потому что если нету проблемы, нет проблемы – это не актуальное собрание. А если появилась какая-то проблема, тогда у нас собрание актуальное. Мы раскрываем эту тему и смотрим с точки зрения развития. Когда мы смотрим с точки зрения развития, то всё прекрасно получается. Люди настраиваются по-другому. Ориентируемся на то, что можно, вместо того, что нельзя. Так, я вижу запись. Нужно убедить, что мы должны быть вместе на благо наших детей. Да, да, если мы определили общие цели, то видно. Понимаете, родители изначально хотят быть с вами. Даже если они говорят нет, подсознательно они хотят. Но они должны убедиться, что вы с ними на одной волне. Что вы именно тот человек, который их поймёт. Только таким образом. Ищем позитивные намерения, стараемся удовлетворить его мирным способом. Не пытаемся избавиться от плохого поведения. Избавиться от двоек, троек, закончить вот это плохое общение, непристойные слова, курение. Мы боремся с курением? Нет. Мы за здоровый образ жизни. Мы за то, чтобы у нас повысилась успеваемость. За, за, за. То есть вместо против мы меняем формулировку. Это сразу же меняет наше видение, наше действие. Потому что на борьбу мы тратим силы, сопротивляемся. Помните вот первый слайд? Я ок, ты ок. Если мы боремся, это с позицией я ок, ты не ок. Это что идёт? Параноидальная система. То есть это вредит нашему здоровью. Это не помогает делу. Да, может, помогает, но с большим сопротивлением. А когда мы за, тогда совершенно другая позиция. Во всём ищем плюсы. Очень рекомендую. Вместе с детьми, вместе с родителями. Посмотреть фильм, почитать книгу Полиана. Потрясающая история. О чём это? Ну, я только чуть-чуть намекну. Как раз о том, что во всём видеть хорошее. И как это меняет жизнь людей, когда люди концентрируют своё внимание на видении хорошего. История маленькой девочки. Прекрасно смотрится фильм с детьми. Посмотрите, обсудите. Практики, благодарность, дневник успеха. Что такое благодарность? Даже есть целая система развития личности, успешности. Когда люди ведут дневник благодарности и каждый день благодарят. Они даже ведут камень в кармашке. И каждый раз, когда вы коснулись, руку в карман занесли, почувствовали это камень, вы вспоминаете, за что я могу благодарить Вселенную, кого-то. И вы смотрите. О, солнечный день, как хорошо. Я благодарна солнышку. Мне учительница хорошо рассказала, интересно, благодарю за это. Кто-то что-то сделал, мне конфеты угостили, благодарю. Кто-то там другому, не мне, а постороннему человеку, что-то сделал хорошее. О, спасибо. И когда мы начинаем благодарить, тогда что получается? Когда мы начинаем благодарить, нацеливать, вспомните, наше внимание. Люди начинают видеть плюсы, а не минусы. Дневник успеха, это тоже потрясающая вещь. Используют его взрослые. Но насколько хорошо, если это будут использовать дети. Когда они ежедневно заполняют этот дневник и пишут, что хорошего у них было в этом дневнике. Я вижу тут вопросы. Сейчас очень интересные вопросы. Олеся Петровна говорит, я думаю, нужно хвалить ребёнка, а не искать недостатки. Да, смотрите, мы видим его недостатки. Мы определяем, что зону роста у него вот такая. А дневник успеха как раз помогает ребёнку выстроить отношения, развиваться. Кстати, дети иногда не видят свои успехи. И они видят, как эта данность не обращает внимания. Помогите им. Вот ты красиво сегодня написала в тетради. Это успех? Успех. Ты уверенно рассказала о том, ты заметила что-то. А ты весь день ушёл в школу, и ни одного пятнышка на твоей одежде. Ты чистенький ушёл домой. То есть не вывалился в гради. Мы не говорим, ты не вывалился в гради. Ой, ты какой аккуратный. На тебе костюм сохранился вот в таком хорошем виде. То есть успехов, удач очень много. И которые надо... Название книги Полиана. Вот здесь написано, предпоследняя строчка. Говорю родителям о детях только хорош успехе, участие, достижение. Да, да. Почему? Чтобы родители, во-первых, не убегали от вас. С другой стороны, некоторые родители, скажем честно, бьют детей. Они наказывают их детей. Наказывают их. И это наказание не самый лучший способ. Потому что... Ну, я, например, узнал, что мама бьёт ребёнка, моего ученика. С тех пор я перестала ставить ему даже четвёрки. Я, наоборот, мама, когда пришла, я начала говорить. Вы знаете, ему внимание нужно. Я же не могу ему сказать, что вы бьёте. Потому что я услышала от других детей. И у меня доказательства нет. И сказать человеку. Ну, что мне скажут? Как могу, так и воспитываю. Сын мой, ему так и надо. Иначе из рук выбьется. Ну, с таким человеком надо по-другому. Вы знаете, вот ему чуть-чуть не хватает неуверенности. Наверное, лучше бы похвалить ему. Вот мне очень нравится. Вот тогда я ему сказала доброе слово, или вы сказали. И он так хорошо себя показал. После у него получилось, пошла полоса удачи. Вот закрепите такой фразой. И вдруг они поймут, что да, действительно, это работает. Итак, для собрания, ой, тут буквы не хватает, для собрания. Учтите, что родители начинают приходить раньше. Поэтому помещение должно быть готово к приёму гостей за 15-30 минут. Чтобы они не ждали где-то в коридоре. И может быть, именно посмотреть вот эту выставку картины и что-то такое. Определите ориентировочную длительность собрания. Вот я вышла за регламент на 4 минуты. Но я думаю, это не так страшно, дорогие друзья. На собрании присутствуют ученики или не участвуют. Заранее определите, нужна ли сменная обувь. Если нужна, то предупредите сразу всех. Потому что если на прошлом собрании было, вы что, забыли, что на этом тоже нужно? Вы же в школу пришли. Нет, они не знают, они могут забыть и всякое может быть. Напомните, для этого есть чат. Организуйте место, где родители снимают одежду. Порядок выступлений и ответов заранее говорите. И маленькие вопросы можно решать на онлайн-собрании. То есть в том же чате. Чат это и есть онлайн-собрание. Можно даже в скайпе или где-то небольшое собрание по какому-то вопросу решить, если это небольшая проблема. Форма собрания может быть увлекательной. Это КВН, спектакль, концерт, мастер-класс. Обучающие, как мы сказали, тренинг, лекция, просмотр фильма с обсуждением. Вот это самое лучшее, если мы хотим чему-то обучить. Просматриваем лекцию, чтобы было взаимное обсуждение. Тренинг тоже очень хорошо идёт. Информационные, когда есть доклад, ответы на вопросы. Организационные, это интерактивные игры, доклады с обсуждением. И важные мелочи. Обязательно, дорогие учителя, предусмотрите 15-30 минут для отдыха. Вы должны отдохнуть. Вы должны отойти от темы, от дел, которые были до собрания. Выпейте чашку чая, уединитесь. На собрании никогда не выявляйте, кто прав, кто не прав, кто виноват. Вот этого не надо. Все ссоры, конфликты, которые вырастают из-за этого, кто прав. Просто что надо сделать и как это можно сделать. Не говорите, что дети врут. Это очень сильно бьёт родителей. Не говорите, что ребёнок плохо себя ведёт. Почему? Потому что если вы говорите... Я услышала эту фразу, и она мне очень понравилась. Когда учитель говорит, что дети плохо ведут на уроки, они этим подписываются под то, что не управляют своим ремеслом, своим мастерством. Потому что если было интересно на уроке, то дети бы слушали и вели бы себя хорошо. То есть, жалуясь на детей, вы подписываетесь под своей непрофессиональностью. И в конце я хочу, это последний слайд, слова Василия Александровича Мусухомлинского. Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей. Да, именно родительские собрания для того и служат, чтобы воспитывать родителей. Именно родители должны стать нашими помощниками, союзниками, участниками единого педагогического процесса, коллегами в деле воспитания детей. Ну вот, на этом я закончила. И я вижу, что многие согласны. Благодарю вас. И за ваши благодарные слова, дорогие коллеги. И на этом я закончила свою часть. Друзья, давайте я разрешу вам загрузку. Если вам нужно будет, вы можете скачать вот эти слайды и какие-то моменты использовать. Больше вопросов не осталось? Нет. Ну что ж, благодарю, дорогие друзья. Желаю вам успехов. Сейчас как раз конец года и последнее собрание. Вот можно на этих собраниях как раз и настроить своих родителей к следующему учебному году, к летним каникулам, к хорошему общению. Именно праздничному, радостному. Павел Юрьевич, вы... Да, я буду. Спасибо огромное. Давайте все поблагодарим нашего спикера за замечательный вебинар. Нас сегодня здесь достаточно много собралось. Спасибо вам за активное участие. Для тех, кто по какой-то причине смог какие-то части вебинара не слышать, я повторяю, что у нас запись обязательно будет, и в записи все должно быть в хорошем качестве. Так что сможете пересмотреть эти места и услышать то, что вы не услышали. Еще раз хочу обратить внимание, что я уже сформировал сертификаты об участии для тех, кто был на вебинаре, и вы можете приобрести их вот по этой странице. Надеюсь, это не составит труда, там все просто и интуитивно понятно. Да, хотел бы отметить, что нас сейчас здесь много. Если вы сейчас переходите по этой ссылке, и она по какой-то причине не откликается, не волнуйтесь, это просто связано с наплывом тех, кто одновременно нажимает на эту ссылку. Просто зайдите минут через пять, и все будет прекрасно работать. Еще раз всех благодарю. Приглашаю вас на вебинары Директ Академии. Надеюсь, Айкуш не последний раз у нас. Будем об этом думать, говорить. В этом году Директ Академия продлится еще до конца июня. Ну, а в следующем году у нас целый учебный год, в котором мы, наверное, подумаем над тем, как почаще приглашать людей, которые будут нам говорить, спикеров, которые будут нам говорить о проблемах детей. Не только о проблемах высшего образования. На эту тему мы постоянно работаем в Директ Академии. Ну, и вот на эту тему тоже. Ну, что ж, сертификат не найден. Попробуйте, пожалуйста, свой... Давайте я сейчас попробую. Если только вы вошли не позже... Не позже 13 часов, то должно все работать. Ну, давайте я попробую прямо при вас здесь что-то сделать. Нет, все есть, ваш сертификат есть. Я его вижу. Так что попробуйте еще раз. Прямо ищите по своей фамилии и находите. Ну, иди. Продолжение следует...